КОНДИТЕР Привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам показать, как приготовить основу для многих тортов, пирожных и десертов. Это заварной крем. Мне потребуется литр молока. Нужно будет вылить в ковш, добавить сюда чайную ложку ванильного сахара, ставим на плиту и доводим молоко с ванилью до кипения. Если у вас есть ванильная палочка, то это еще лучше. Пока молоко закипает, я беру 4 яйца и отбиваю их в замесочное блюдо. Варианты приготовления заварного крема очень разнообразные, и все готовят по-разному. Но сейчас я вам показываю основу. Легко подбиваем и добавляем сюда 200 граммов сахара. Теперь сюда мы добавляем 3 столовые ложки муки. Это где-то 45-50 граммов. Я иногда часть использую муки, часть заменяю на крахмал. Молоко уже горячее, но еще не кипит. Но оно уже сильно горячее. Нужно будет где-то треть часть добавить в яйца с сахаром и с мукой. И перемешать. Потому что если вы сразу зальете яйца с мукой, то они могут свернуться в горячем кипящем молоке, и у вас будут комки. И чтобы этого не было, нужно будет сначала горячее молоко ввести в яйца с сахаром с мукой. Мука начинает расползаться, чувствовать себя хорошо в горячем молоке. И только потом, когда молоко уже закипит, мы все это вводим тонкой струйкой и непрерывно помешиваем, чтобы крем не сгорел. Заварной крем готов. Теперь нужно будет его охладить. Сейчас я приготовлю творожный домашний Наполеон с кремом заварным, который мы приготовили ранее. Сначала нужно будет приготовить творожное тесто. Делается оно элементарно. Нужно будет взять 6 яиц, отбить их в заметочное блюдо. Яйца вы можете взять из холодильника, но для того, чтобы сахар в них быстрее растворялся, конечно, лучше их немножко подогреть. Добавляем сюда 400 граммов сахара. Я помню, когда я был еще маленький, у меня не было в то время венечка, и поэтому мне приходилось пользоваться вилкой. Я помню, как несколько, ну не часов, но час, наверное, я точно сидел и взбивал яйца с сахаром в вилкой. Это очень тяжело и непросто. Так как в водяной бане у меня не было, яйца не на чем было подогреть, то я ставил периодически такой тазик, у меня был эмалированный, на батарею, и подогревал, чтобы сахар быстрее разошелся. Добавляем сюда немножко соли. Чуть-чуть. Я всегда, когда замешиваю тесто, по щепоточке соли добавляю, чтобы тесто не было пресным. Теперь мне нужно просеять муку. Но в муку нужно будет добавить одну чайную ложку разрыхлителя, для того, чтобы тесто было пористым. Итак, муку просеяли, перемешали с разрыхлителем. Яйца с сахаром подбили. Смотрим так, чтобы сахар растворился в яйцах. Если он не растворится, то потом, когда вы будете выпекать, эти кристаллы сахара будут у вас появляться на поверхности теста. В яйца с сахаром мы добавляем 500 граммов творога. Творог должен быть домашним, не жидким. Он должен быть густым. И потом это все мы добавляем в муку. Чтобы тесто не прилипало к рукам, вы можете добавлять муки. Раньше торт Наполеон, еще до революции, имел форму треугольника. Потому что Наполеон носил треуголку, поэтому в честь победы столетней над Наполеоном в России было придумано вот такое пирожное, которое назвали Наполеон в виде треуголки. И там были слоеные коржи, тонким слоем прослоенные крема. А потом уже этот торт так полюбили в России, что стали экспериментировать и доэкспериментировали то творожного. После того, как вы тесто замесили, его желательно накрыть крышкой для того, чтобы оно не заветривалось и не появлялась корочка. Тесто обязательно должно постоять полчаса, для того, чтобы на букла клейковина, мука, начинает впитывать влагу, которая садится в тесте. И тесто становится более послушным. Когда вы его будете раскатывать, оно не будет стягиваться обратно, а будет равномерно раскатываться. Это то, что нам надо. Тесто постояло в холодильнике. И сейчас мы приступаем к его раскатыванию. Нам нужно будет раскатать из этих шариков кольца, диски, можно сказать, диаметром 22 сантиметра. И здесь нам также поможет подложка. Посмотрите, на ней очень много кругов, которые показывают нам диаметр. Нам нужно раскатать круги диаметром 22 сантиметра. Так как у нас будет 15 коржей, поэтому мы одной рукой будем катать коржи, другой рукой мы будем ставить их в духовку и выпекать при температуре 180 градусов 2-3 минуты. Из заварного крема мы будем готовить творожный наполеон. Крем будет не просто заварной, а он у меня будет сливочный с флодельфами. Теперь мне заварной крем нужно будет достаточно быстро охладить, поэтому я выкладываю его в миксер и начинаю взбивать. После того, как заварной крем остыл, он сейчас чуть теплый, я добавляю в него 500 граммов сливочного сыра кольца и продолжаю взбивать. С сыром нужно будет заварной крем пробить так, чтобы не было комочков, и крем должен немножко увеличиться в объеме. Потом, в самом конце, нужно будет добавить 400 граммов сливочного масла. Крем готов. Коржи готовы. Теперь мы собираем торт. Продолжаем. Мы берем палочки бисквитные с тавоярди и ставим их по бокам торта. Дорк почти готов. И сейчас я хочу, чтобы мы центр торта украсили свежими ягодами и фруктами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и для того, чтобы придать праздничный вид торту, я предлагаю обвязать его вот такой ленточкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наш торт готов. Этот и многие другие рецепты тортов вы сможете найти в моей новой книге «Советские торты и пирожные». Я надеюсь, эта книга обязательно вам поможет на домашней кухне стать профессиональным кондитером и будет хорошим подарком для ваших родных и близких. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас наша рубрика «Лапки и легенды». И сегодня мы расскажем о капкейках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Капкейки – небольшие кексы, украшенные шапочкой из крема. Их история начинается в 19 веке в США. Эти малыши произвели настоящую революцию. Большие торты нужно было выпекать многие часы, в то время как капкейки созревают за 15-20 минут. Раньше их еще называли «счетные пирожные». Их рецепт было просто запомнить, считая по порядку. Одна чашка масла, две чашки сахара, три чашки муки, четыре яйца, ну и еще чашка молока и чайная ложка соды. Сегодня можно найти невероятное количество разновидностей этих сладких малюток. Существует даже мода на вкусы и цвета. А каждый кондитер пытается придумать свой рецепт и удивить уникальным украшением. Попробуйте и вы, у вас точно получится. А сейчас у нас рубрика для самых маленьких кондитеров. И вместе с Надей и Пашей мы будем готовить французские печенья Мадлен. А для начала нужно будет взять 125 граммов сливочного масла. И его нужно будет растопить в ковшике на плите. Но растопить его нужно будет не просто до жидкого состояния, а его нужно будет сжечь. Именно этот вкус сгоревшего масла будет давать оригинальный вкус ракушкам. Сливочное масло мы ставим на плиту и приступаем к яйцам. Нам потребуется три яйца. Надежда, давай ты. Нужно будет три яйца разбить в замешечное блюдо. Умеешь разбивать яйца? Умею. Давай тогда я тебе покажу. Смотри. Вот так берешь одно яйцо и удаляешь об другое. А я по-другому умею. А как ты умеешь? Об краешек. Об краешек нельзя. Почему? Потому что когда ты будешь тукать об краешек, ты можешь испортить посуду. И туда может попасть скорлупа. Лучше удалять одно яйцо об другое. Давай. И сюда нужно будет добавить 125 граммов сахара. А Паша у нас тогда будет заниматься мукой. Мы берем 125 граммов муки и добавляем туда немножко разрыхлителя. Чуть-чуть. Где-то четверть ложки чайной. Потом мы берем силиконовый скрибок и начинаем аккуратно перемешивать. На, перемешиваем. Это сито таповое. Обрати внимание, Надя, ты тоже, что сито герметично закрывается, поэтому оно может служить как емкость для хранения муки и других теплочих продуктов. А также, посмотрите, здесь есть мерная шкала, она может служить также и мерным стаканом. Поэтому без весов можно взвесить всегда и определить, какое количество сухих продуктов находится в сите. Итак, 125 граммов муки вместе с разрыхлителем нужно будет просеять. Ага, я специально просеиваю. Будешь просеивать? Берем емкость. Чтобы просеять, нужно будет снять нижний диск и верхний. И как просеиваем? Показывай. Раз, два, раз, два. Сложно просеивать? Нет. Нет? Масло вот это, которое сгорело, нужно будет переложить в отдельную емкость. Вот видите, у меня вот такой ковш, микроплюс, в который нужно будет аккуратно это масло вылить. Но при этом нужно будет снять вот эту пену, чтобы никакие осадки туда не попали. Итак, Надя продолжает взбивать яйца с сахаром. Рука устала? Нет? Яйца с сахаром желательно взбивать до тех пор, пока не растворится сахар. Для того, чтобы печенье было ароматным и вкусным, нужно будет добавить немножко сюда где-то пол чайной ложки ванильного сахара. Смотри, немножко ванильного сахара для аромата и вкуса. Чувствуешь, пахнет ванилью? Да. И это тоже нужно будет перемешать. Ну, а мы продолжаем. теперь мы берем 60 граммов миндаля и заливаем его кипятком. Я уже заранее залил его кипятком, постоял миндаль 10 минут и потом воду я слил. И теперь у тебя очень ответственная задача весь этот миндаль перебрать от кожицы. Сможешь сделать это? Могу. Давай. Надя, ты на море ракушки собирала? Да. И что ты с ними делала потом? Потом делала какую-то поделку. Поделку? Из ракушек? Да. А потом что с ними делала? Маме подарила? Да. Так хорошо. А ты расскажи что-нибудь про море, про ракушки. А я камушки собирал. Камушки собирал? И что потом ты с ними делал? Ну, просто забрал домой один раз. И положил камень с рисунком. Камень с рисунком? Да. Это что? Я просто собрал. Итак, после того, как мы яйца с сахаром подбили, сюда нужно будет добавить муку. Надя, давай, бери муку и высыпай в яйца. Надя, теперь бери силиконовый скребок и аккуратно перемешивай муку с яйцами. А, так аккуратненько. Получится тесто. Правильно. Но это тесто будет не простое, оно будет у нас миндальное, потому что сейчас мы будем измельчать миндаль и потом туда же в тесто мы будем его добавлять. Когда я перемешиваю продукты, то я использую силиконовый скребок, потому что он настолько пластичный, гибкий, что при перемешивании он не царапает посуду и замешивает очень быстро. Посмотрите. И зачищает идеально чисто. Теперь мы берем вот такую чудо-мельницу и миндаль нужно будет помолоть. измельчил? Да. Давай посмотрим, что у нас получилось. Горка. Горка из миндаля. Надя, смотри, что у нас получилось. и теперь мы все добавляем в яйца с сахаром и мукой. И теперь перемешивай. Для того, чтобы печенью дать лимонный вкус, я предлагаю добавить цедру лимона. так держишь и аккуратненько трешь лимон и вот сюда просеивается протирается цедра. Ну что, добавляем сюда цедру. Смотри, какая цедра лимонная. Чем она пахнет? Лимоном. Лимоном. Поэтому у нас печенья будут с миндально-лимонным вкусом. Смотрите, тесто готово, да? Замесилось. И теперь в самом конце нужно будет добавить охлажденное, растопленное, сгоревшее масло. После того, как тесто готово, нужно будет его переложить в емкость меньшего размера и убираем тесто в холодильник. Для того, чтобы оно полежало, отдохнуло, мука вберет в себя всю влагу и тесто будет немножко погуще. И только после этого мы будем выкладывать его в ракушки. Тесто постояло в холодильнике. Нам потребуется кондитерский мешок. Сюда нужно будет вставить насадку. с гладкой трубочкой. Здесь много разных насадок. Я беру только с гладкой. Для того, чтобы тесто не вытекало из кондитерского мешка, я беру пальцем, видишь, сюда немножко часть мешка вставляю, раскрываю мешок, одеваю его на руки для того, чтобы тесто не текло по рукам. Вот так раскрываю и потом скребком выкладываю тесто. Итак, теперь берем тесто и из кондитерского мешка начинаем отсаживать в ракушки. Итак, тесто выложили в формы и теперь отправляем ракушки выпекаться в духовку. Ну что, ставим? Давай одну сюда, давай вторую сюда, чтобы они встали и отправляем в духовку. Температура выпечки 3 градусов, время 15 минут. Смотрите, они коричневые, вкусные, да? Осторожнее, открываю духовку. Коричневые, вкусные горочки, да? Печенье в виде горочек. В виде корочек? В виде ракушек. В виде горочек. Так, смотри, снимаем. Вообще-то. Теперь мы берем и переворачиваем. Смотрите, как они легко выскочили. раковки рассыпались. А можно я одну съем? Можно, только сначала давай это положим на подставку. Готовы ракушки. И уже перед тем, как их пробовать, я предлагаю слегка их присыпать сахарной пудрой. Давай, ты уже знаешь, как посыпать сахарной пудрой? Да. Только чуть-чуть сильно не нажимай. Чуть-чуть, давай. Нажимай. Оп. Сверху присыпаем сахарной пудрой. Ну что, кто первый будет пробовать? берите. Пока они еще теплые, свежие. Ну как? Лимон, мне кажется, не чувствуется. Лимон не чувствуется? Ага. А кто там чувствуется? Миндаль. Надя, ну тебе как? я маме вкусно очень. А я хочу поблагодарить Надю и Пашу за то, что мы вместе с ними приготовили вот такие замечательные миндальные печенья мадлен. Ну а вы, уважаемые телезрители, я надеюсь, записали рецепт. А мы с вами прощаемся и увидимся ровно через одну неделю на телеканале Домашнем. Пока-пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok